Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал ОМАРКЕТС с торговыми деньгами, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Всем большое спасибо за фидбэк, который вы оставляете. Не забывайте, что если есть особые потребности и желание увидеть более широкий набор инструментов, обязательно дайте нам об этом знать. Пишите либо комментарии к этому видео в постах в телеграмм канале, либо передавайте обратную связь через ваших персональных менеджеров. Ну что ж, в этом месяце у нас остаются еще два очень важных события. Это заседание европейского центрального банка на этой неделе и заседание Федрезерва на следующей. В обоих случаях, безусловно, стоит ожидать очень серьезную волатильность по европейской валюте и по доллару. Мы следим одновременно и за долларом, и за европейской валютой. Я очень надеюсь, друзья, что к концу этого месяца мы с вами сможем заработать еще больше, оставаясь преданными тем трендам, которые уже набрали достаточную силу и в целом продолжают развиваться. Индекс американской валюты прямо сейчас находится на максимумах за 20 лет. Да, немного скорректировался за последние торговые сессии, но я уже тысячу раз повторял, друзья, что это нормальное явление, когда мы говорим о тренде. Любой тренд — это борьба покупателей-продавцов, в ходе которой, если это восходящий тренд, покупатели, разумеется, выходят победителями. То, что индекс доллара незначительно скорректировался, это, скорее всего, затишье перед бурей, потому что, опять же, мы ждем заседания американского регулятора. И есть куча факторов, новостных поводов и аргументов, указывающих на то, что доллар — по-прежнему самый интересный финансовый актив, который только можно выбрать на финансовых рынках. Я рекомендую всегда смотреть за доходностями американских трежерис. Этот совет, который я вам даю постоянно, неоднократно себя оправдывал, потому что если вы начинаете сомневаться в том, будет ли ФРС все-таки агрессивно повышать процентные ставки, сразу же смотрите на доходность американских облигаций. Если увидите там положительную динамику, значит, участники рынка закладываются под более агрессивный настрой, под рост ключевой ставки фондирования. И это априори будет дальше поддерживать курс американского доллара. Доходности американских трежерис продолжают котироваться в районе 3%. Это, друзья, очень много. И стоит только американскому регулятору повысить ставку на предстоящем заседании в диапазоне от 75 байсных пунктов до 100. Трежерис точно вырастут выше 3,2% и начнут уже претендовать на более высокие ценовые уровни, потому что они уже начнут соответствовать ожиданиям достижения ключевой ставки нейтрального уровня, который мы с вами ранее определили в диапазоне от 3-5 до 4%. И я, пожалуй, останусь в лагере тех трейдеров, которые считают, что ключевая ставка ФРС должна быть в районе 4% максимум к концу первого квартала 2023 года. Потому что ситуация с инфляцией требует по-прежнему агрессивных действий американского регулятора. ФРС, в принципе, молодец в этом плане, потому что ФРС повышает ставки и довольно-таки активно. Сейчас у нас в сухом остатке, друзья, очень серьезный триггер будущего решения ФРС повысить ставку на вот как минимум 75 байсных пунктов. И этим триггером является высокая инфляция, которую мы разбирали с вами неделю назад. Что дальше по индексу доллара? Увидим ли мы 108, 109, 110 пунктов? Я думаю, что увидим. И единственное, что лично меня заставит оказаться от длинных позиций по доллару, это все-таки конкретный комментарий от американского регулятора, что дальнейшие темпы повышения ставки будут уже не такими активными. ФРС может допустить взятие паузы, скажем так, под конец этого года, либо в начале следующего. Вот именно переход от агрессивного настроя и активного повышения процентной ставки к какой-то нейтральной позиции станет фактором и для меня сигналом, друзья, рассмотреть вместе с вами возможности все-таки уже шарта по индексу американской валюты. Но это не произойдет, я думаю, до конца этого года. Поэтому мы можем и дальше работать по тренду, ставить на то, что индекс доллара станет еще дороже. Европейская валюта 1,0135. Коррекция после теста претендного значения. В принципе, коррекция напрашивалась довольно-таки давно и уж тем более вероятность этой коррекции выросла, когда был протестирован такой психологический уровень, как ровно единица. Напомню, что это минимальное значение более чем за 20 лет. И тоже, поскольку евро восстановился больше, чем на 100 пунктов, резонный вопрос, что дальше? Не были ли вот эти претендные значения минимальными отметками, которых евро вообще мог достичь? И теперь будет только дальше лишь восстанавливаться. Ответить на этот вопрос сейчас не представляется возможным, друзья, потому что на повестке два очень важных информационных повода. Это возобновится ли работа северного потока, мы об этом узнаем уже послезавтра. И также послезавтра состоится заседание Европейского центрального банка. От решений ЕЦБ будет зависеть очень многое, потому что после того, как ЕЦБ подведет итоги очередного заседания и даст нам понять, какая ставка теперь будет реальной, мы сможем соотнести текущее положение дела, скажем, монетарном кабинете ЕЦБ с действиями американского регулятора, сравнить доходность облигаций, соотнести именно уровни процентных ставок и прийти к выводу, будет ли вот этот контраст, который сейчас остается основной движущей силой для снижения европейской валюты, но не сейчас, это, конечно же, образно, в последние месяцы, будет ли этот контраст с достаточной силой, чтобы топить евро и дальше. На текущем этапе я могу точно сказать, друзья, что ЕЦБ очень сильно тормозит с повышением ставки. Напомню, что это единственный регулятор среди развитых стран, который еще ни разу не повысил ставку. Есть еще исключение Банка Японии, но я считаю, что не нужно сейчас делать акцент на Банке Японии, потому что там ситуация с инфляцией совершенно другая, она не такая дикая, как в еврозоне. Поэтому, сопоставляя действия Европейского центрального банка с другими центральными банками, да, ЕЦБ очень сильно отстает. И в этом очень много критики в адрес ЕЦБ за то, что они упустили большое количество времени. Я согласен с этим, ЕЦБ нужно было бы повышать ставку раньше. Сейчас на повестке, опять же, предстоящего заседания то, что ЕЦБ может поднять ее на 25 байсных пунктов. Но даже если мы предположим, что ставку повысит не на 25 байсных пунктов, а сразу на 0,5% пункта, это значит то, что ставка по депозитам будет в районе нуля. Ставка ФРС к концу этого месяца, как вы помните, ожидается в районе 2,75%. Контраст политик по-прежнему очевидный. Я думаю, что если к этому мы еще и добавим энергетический кризис в странах ЕС, рецессию с тахфляцией, ухудшение экономической конъюнктуры и очень негативные прогнозы по тому, как Еврозона переживет предстоящий осенний-зимний сезон из-за нехватки углеводородов, конечно же, у Евро очень мало шансов на рост. Соответственно, если такой фундаментальный фон, я рекомендую вам не выдумывать, друзья, а каждый выкуп евро, особенно на фигуру, больше, лучше рассматривать как возможность продать, если вы не продавали раньше, когда я это рекомендовал делать. Рынок нефти 105,83. Как и ожидалось, отбой от поддержки 100 долларов за баррель и фактически плюс 6% роста. Надеюсь, что вы воспользовались прошлыми рекомендациями и советами. Рынок нефти сейчас в прямом смысле ходит по канату. Это риски рецессии, которые сопровождаются падением спроса и представляют собой негативный сценарий для развития событий с потенциалом ухода стоимости бренда ниже 100 долларов за баррель. И другой фон – это дефицит предложения, который усиливается. Я, как сторонник того, что нефти будет крайне мало, спрос продолжит расти, остаюсь уверен длинным позициям. Переговоры между США и Саудовской Аравией завершились лишь тем, что Саудовская Аравия допустила возможность увеличения производства на 3 миллиона баррелей в сутки. Но на текущем этапе, как отметили представители Саудовской Аравии, условий для того, чтобы Саудовская Аравия подняла уровень нефтедобычи, недостаточно. Поэтому, думаю, что рынок сохранит рынок нефти, бычью динамику и протестирует в ближайшее время 110 долларов за баррель. Американский фондовый рынок по СНП по-прежнему шорт в приоритете. Золото – 1707 долларов за тройскую унцию. Рекомендую, друзья, шортить с целями 1670. Также мы еще в арсенале держим пару долларов и иена. Ставка на ориентир 140 иен за доллар по-прежнему актуальна. Заседание Банка Японии состоится 21 июля. Я думаю, что политику не изменят и, собственно, на тоже контрасте режимов Банка Японии и Федрезерва продолжен покупать эту валютную пару с той целью, которую я обозначил. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!